За полчаса до полуночи у бизнес-центра «Золотые башни» под колёса «Тойоты Филдер» попал 27-летний уроженец Узбекистана. Приезжий бежал через дорогу метрах в 70 от места, где он мог легально пересечь проезжую часть. Однако мужчина предпочёл вклиниться в автомобильный поток и пересекать дорогу наискосок, не доходя до зебры. Хоть пострадавший и получил существенные травмы, пытался сбежать. После того, как шофёр остановил машину и выскочил из-за руля, чтобы помочь сбитому, его попросту не нашёл. Пострадавший, которого шофёр видел за пять секунд до этого, словно в воду канул. Отыскать его помогли пассажиры, ехавшие в универсале. Смотрю, его нету. Мы его начали искать, его нигде не здесь. Пошли туда, ну всё, смотрели, нигде нету. Думали, убежал. И парни пошли, ну, со мной кто ехали, пошли на ту сторону, нашли, вот где машина. Врачи нашли у раненого перелом предплечья и травму головы на фоне серьёзного алкогольного опьянения. 35-летний шофёр напротив был трезв. Это установили после обязательного в таких случаях теста. Автолюбитель клялся, что пешеход сделал всё, чтобы попасть под машину. Во-первых, побежал через шоссе в неположенном месте. Во-вторых, выскочил из-за встречной машины. В-третьих, траектория его движения была абсолютно непредсказуемой. Он не шёл, он бежал, прям на эскак отсюда, вот так вот. И его пробежал, получается. Я его вообще не видел. Я его увидел, когда уже вижу, что человек, насколько мог, дал руля. Ну, уже поздно, да. Ну, касательно всё равно было. Узбека доставили в больницу. По предварительным данным, виновником ДТП автоинспекторы назвали пешехода. С места происшествия Евгения Куликова, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук. Продолжение следует...